Продолжение следует... Просто политический директорат. Просто политический, прям коротко? Вот видите как, все гораздо короче. Политический директорат. Завершился визит генсека. Генсека, я так понимаю, покинула Российскую Федерацию. Александр сейчас с нами. И мы с удовольствием его послушаем. Можно отсюда, да? Можно, как удобно. Главное, ближе микрофон. Да. Уважаемые коллеги, друзья, закрывать всегда непросто. О чем говорить, когда уже все сказано? Собственно говоря, как ни странно, говорить можно о многом. Во-первых, я хотел бы вам сказать, что вот два с половиной дня идет этот курс. И два дня, без половины, длился визит нашего генерального секретаря Совета Европы в Российскую Федерацию. По-своему, визит необычный. Я бы даже сказал, по-всякому визит необычный. Потому что вот в таком мы сейчас находимся непростом периоде, когда, в общем-то, непонятно. Встречаешь человека старого, своего старинного знакомого и не знаешь, как, 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 да? Вот. И может показаться, что на самом деле... Это же мелочи, собственно говоря. Ты его видишь, он тебя видит. Ты узнаешь, в общем, всем приятно, давно не виделись. И вдруг раз, есть что-то, что не дает вам полностью удовлетвориться радостью встречи. Такие моменты встречи особенно важны. И вот эти два дня визита нашего генерального секретаря, вот этот непростой момент, они были ценны еще и тем, что, как и вот этот курс, они были настоящими физическими встречами. Этого давно не было. Мы начинаем привыкать к онлайн-форматам. Онлайн-формат – это прекрасно. Но ничего, ничего не заменит радости, удовлетворения и важности человеческого общения. Когда мы видим друг друга глаза в глаза, даже если, так сказать, мы и в масках, все равно, ничего не заменит важности человеческого взгляда. И поэтому эти два дня визита генерального секретаря были очень важны, потому что генеральный секретарь Совета Европы и высшие руководители российского государства имели возможность посмотреть друг другу глаза в глаза и сказать друг другу важные слова, сверить часы, понять интерес взаимного общения, интерес сотрудничества и подтвердить это. И в данном случае это произошло. Мне кажется, что это очень важно. Это хороший итог этих двух дней визита, как хороший итог для этого курса. Какой главный результат? Вот как я вижу главный результат нашего визита? А он имеет очень визита генерального секретаря, а не нашего, конечно, ее прежде всего. Имеет непосредственное отношение к этому сегодняшнему курсу. Я считаю, что главный результат – это желание и подтверждение желания быть вместе. Понимание важности друг для друга, близости судеб. Это очень важно, потому что в эти моменты, как никогда, можно очень быстро удалиться друг от друга. Вообще, собственно говоря, в некоторых странах была объявлена война ковиду. Это правильно. Ну, как бы там шутили люди, что когда война, обычно мобилизация идет, а тут началась война, все по домам, закрылись на ключ, никто не выходит, оттуда воюем. Это важно. Важно соблюдать правила, важно соблюдать режим самоизоляции там, где он нужен. Но важно также помнить, что это абсолютно временный момент, что мы из этого выйдем. Я считаю, что человеческое существо как бы нуждается в общении. Государства нуждаются тоже в общении, в общении их граждан, в открытости границ, в возможности смотреть друг другу в глаза, обмениваться. Говорить прямо, в том числе иногда и на сюжеты, по которым нет согласия. Но если их невозможно обсуждать, если нет желания обсудить, то никогда не сможешь решить проблему. Так же, как во время этого курса я смотрел на программу, которая, к сожалению, не мог присутствовать. Я был здесь только на открытии, когда было очень интересно, он был многообещающим. Я потом смотрел на программу, я знаю многих участников со стороны тех, кто выступал. Я по-хорошему вам завидую. Мне было бы очень интересно тоже послушать то, что они говорят. Но важно, что это имеет место быть. В результате визита генерального старя мы говорили о том, что нас объединяет, что нас разъединяет. Не в результате, а в процессе визита, конечно. Что нас объединяет? Нас, в смысле всех европейцев, россиян и представителей других стран Совета Европы. Что нас объединяет общая история, общие проблемы. Что нас разъединяет? То же самое. Общая история, общие проблемы. Мы к ним подходим по-разному. Многие наши страны. Но тем не менее, на сегодняшний день, вот я бы хотел в результате этого моего заключительного слова посмотреть немножко вперед, чтобы у нас был какой-то общий горизонт. Потому что на самом деле, вот этот курс, это прекрасно, это здорово, когда можно поговорить о том, что происходит в сфере часы. Но это же все не просто так, чтобы об этом поговорить и забыть. Для того, чтобы это для чего-то было. Куда-то идти дальше. Нам всем вместе. И я бы хотел наметить этот общий горизонт. И, может быть, сказать о том, о чем сейчас в последнее время говорить стало непопулярно. Но поскольку я не ищу популярности, я не актер, ничего такого, я как бы вообще человек не публичный во многом, потому что я сотрудник секретариата Совета Европы, а секретариату, функционерам не должно быть публичными. Мы работаем для лидеров нашей организации, наших стран. Мы создаем базис, выражаясь старыми формулировками. А надстройка, она, безусловно, существует. И, тем не менее, я бы хотел в рамках общего горизонта сказать, произнести такую фразу и такое понятие, которое сегодня чуть ли не стало ругательным. Нас объединяют наши общие ценности, господа. И я в последнее время, не без ужаса, наблюдаю за тем, как вымывается это понятие. Хотел бы с вами поделиться в этом отношении своими переживаниями. Мне кажется, что понятие ценности стало чуть ли не ругательным в последнее слово. Вот ценности. Но ведь это совсем не так. Мне кажется, что, когда мы говорим, к тому же, об общеевропейских ценностях, они абсолютно общие. Что такое общеевропейские ценности? Что это такое? Там сегодня какой канал не включишь? Причем повсюду. Это не наши ценности. А что наши ценности? Я вам хочу сказать, как я понимаю, что такое ценности. Вот для меня абсолютно ясно, что ценности – это что? Это свобода, это демократия, это равенство, это верховенство закона, это уважение прав человека, включая права людей, принадлежащих меньшинствам. Это общечеловеческие ценности. Как можно быть против них, я не очень хорошо понимаю. Что такое права человека, как таковые? Сегодня тоже очень принято, так сказать, над этим немножко подсмею. Это права человека. Но, знаете, господа, на мой взгляд, права человека – это первые 13 статей Европейской конвенции по правам человека. Это право на жизнь, запрещение пыток, запрещение рабства, право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство, наказание исключительно на основании закона, право на уважение частной и семейной жизни, свобода мысли, совести, религии, свобода выражения мнений, свобода собраний и объединений, право на вступление в брак. Что в этом может нас разъединять? Я не могу этого понять. И я призываю вас тоже это не ставить под вопрос. Наша генеральная секретарь, она начала вот этот курс словами годы того, что год, который мы сегодня проживаем, не беспроблемный год. Это год больших юбилеев. Прежде всего, это год 75-летия победы для нас с вами в Великой Отечественной войне, для всего мира во Второй мировой войне. Мы никогда не должны этого забывать. Но мне очень хочется, чтобы это не превращалось в какой-то догматизм. Я иногда так вот чувствую, я с вами делюсь этим между нами. Это не должно превратиться в какой-то лозунг. Вот для меня момент победы, день победы. Это абсолютно, так сказать, святой день. Оба мои дедушки погибли на фронте. Моя мама, моя бабушка пережили блокаду. Я рос в Ленинграде. Ленинградец. Это не пустые слова. И должен вам заметить, я был маленький, мне было очень смешно. Дети иногда смеются над высоким. Главное, чтобы когда они вырастали, они это помнили. Когда я был маленький, когда были праздники, все садились за стол. И первый тост, который вызывали у нас детей, главное, чтобы не было войны. Давайте за то, чтобы не было войны. 75-й, 76-й, 78-й год. Мне было 5-6 лет. Это смешно. Главное, чтобы не было войны. А теперь я думаю и понимаю, что тогда, в 78-м году, это было только 32-33 года назад для моих, там, для мамы, для бабушки. Я так хорошо помню, что было 32 года назад, я должен вам сказать. И мне кажется теперь, что это было вчера. Но таким образом война закончилась позавчера, господа, для меня. А для вас, может быть, поза-позавчера. Это было совсем недавно. Это было со всеми с нами. Это было с огромной Европой. И тогда, после окончания войны, самое главное, о чем люди думали, и вот то, что сказала генеральная секретарь, и многие потом участники открытия, в том числе заместитель министра юстиции господин Гальпери, он говорил, что вот почему создали Совет Европы, почему создали вот эту европейскую конвенцию, где записали вот эти вот права, которые составляют наши огромные ценности. Это писали люди, которые прекрасно знали, о чем они говорили. Они писали это для того, чтобы никогда больше этого не произошло. И нам, как никогда сегодня, нужно помнить, что вот этот вот концепт Never Again, никогда больше, он о наших жизнях сегодняшних. Это то, что называется непроходящее прошлое. Если мы об этом забудем, всякое может произойти. И мне кажется, что вот этот вот тост, над которым мне было немножко смешно, как любому ребенку, главное, чтобы не было войны, это абсолютно актуально. Сегодня, недалеко от нас взрываются бомбы, гибнут люди. Это очень страшно. Это представляет огромную опасность. И это говорит о том, что, тем не менее, если мы никоим образом не объединимся, хотя бы по минимуму, чтобы нивелировать вот такие ужасы, мы не можем гарантировать нам чистый горизонт. Вот поэтому, мне кажется, что Совет Европы работает для своих членов стран, 47 стран Европы, для того, чтобы все-таки при всех наших особенностях, отличиях, мы могли быть согласны хотя бы по минимуму о том, о чем мы договорились в самом начале, 75 лет назад, после войны, 70 лет назад, когда была написана Европейская конвенция и создан Совет Европы. Главная цель Совета Европы – это большая сплоченность для того, чтобы больше никогда не повторилась мировая война, ну и войны в целом. Это как никогда важно, а наша с вами роль, роль юристов, международников, дипломатов в том, нас для этого, собственно говоря, обучали, чтобы мы никогда об этом не забывали и старались всем тем, с кем мы живем и работаем, передавать этот месседж, который, может быть, немножко запылился, немножко неактуален, не такой красивый, как многие другие, но, тем не менее, исключительно важный. Вот на этом я бы хотел закончить. Последнее. Вчера генеральный секретарь, последнее, что она сделала, ее пригласили, это здорово на самом деле, в концертный зал «Зарядье». Представляете, вот в наши времена все-таки культурная жизнь-то продолжается. И там был вчера гала-концерт, посвященный 90-летию Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Это большое удовольствие. Вообще красивый зал «Зарядье», недавно построенный, прекрасная акустика, хор «Геликоноперы». В наши времена это очень как бы небанально. И руководителем этого оркестра является известный очень дирижер Владимир Иванович Федосеев, народный артист Советского Союза. Ему 88 лет. Он вышел и дирижировал. Половецкие пляски. И потом, уже в самом конце, он обратился ко всем. Это же очень интересный человек, который с таким опытом, с таким видением, он сказал, «Вы знаете, мы сейчас переживаем мрачные времена, маски, но это пройдет. Музыка всем поможет. И любовь всем поможет, потому что музыка – это любовь. Мы с вами не музыканты, мы с вами юристы, международники, дипломаты. Поэтому я думаю, что нам может быть поможет музыка, нам поможет любовь, нам также поможет право, международное право и наши общие ценности. И я хотел бы закончить тем, что да, эти времена пройдут, но ощущение от этих времен должно с нами остаться, чтобы мы понимали, что можно потерять на самом деле, как можно потерять очень важные элементы того, что нам кажется абсолютно банальным. Спасибо за внимание. Александр, большое спасибо за такое, я даже не знаю, это не подведение итогов, а это скорее пункт, который позволяет открывать нечто новое. Это пункт в наши следующие уже курсы. Я думаю, что мы тем самым анонсируем, что курсы 2020 года подходят к своему завершению, а мы начинаем готовиться к курсам 2021 года. И я хотела бы, чтобы в зале раздались аплодисменты также для тех наших участников, которые не смогли прибыть лично и были с нами в онлайн-режиме, чтобы они знали, что мы все вместе. Тем более, что мы объединили людей абсолютно с разных точек, из разных стран. И для нас это было очень важно. Спасибо, что вы откликнулись на наше предложение. Надеюсь, что новая программа, мы ее обновили. И есть среди вас участники ежегодные наших курсов. И опираясь на это, мы каждый раз обновляем. Хотя даже если ставить одну и ту же тему, с точки зрения представления Совета Европейской, она будет абсолютно новой, потому что что-то постоянно происходит. И за год обязательно что-то меняется. Появляются новые интересные кейсы важные, которые нужно рассматривать. Но в этом году мы решили, что наши курсы будут посвящены именно вызовам. Вызовам 21 века. Тем вызовам, с которыми сталкивается все мировое сообщество. И это не только ковид. Ковид это только лишь один из вызовов. Он пройдет, как абсолютно правильно говорят все, Александр подтвердил. Мы будем верить нашему коллегу, коллеге из Страсбурга. И да, действительно, очень важный год. Это 75 лет победы, самый дорогой для нас. Александр вспоминал про своих бабушек и дедушек. Я могу сказать одно, что наши бабушки с дедушками очень любили рассказывать про войну. И когда спрашивали у них, я даже спрашивала, говорили, они почему-то молчали. Говорили, любите жизнь. И на этой важной точке я хочу пожелать вам здоровья. Здоровье самое главное сегодня. Его действительно не купишь ни за какие деньги. Его надо беречь. Уважение и счастья вашим семьям. До новых встреч. А на этом курсы закрыты. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ